Нью-Йорк Формат Роу-Хаус обрел популярность в США в конце 19 века, следуя примеру лондонской и парижской аристократии. А в современный российский девелопмент само понятие Роу-Хаус привнес Константин Акимов в сотрудничестве с Ральф Лорен Хоум. Та недвижимость, которая является некой наградой для владельца, своего усилия, достижения. Мы как раз хотели создать те самые безупречные дома, в которых все прекрасно. Главное это интерьерная архитектура, когда все гармонично, когда существует логика помещений, когда существует гармония и симметрия каждого помещения в их взаимодействии. Это целое искусство выстроить некое единое пространство, в котором каждая вещь неотделима. Именно таким стал Нобл Роу. Шесть резиденций в ряд в Хилковом переулке рядом с Остоженкой. Золотая московская миля. Над реализацией проекта работала международная команда звезд дизайна и архитектуры. В результате родилось то, что эксперты теперь называют недвижимостью от кутюр. Первый российский Роу-хаус гармонично вписался в архитектурный ансамбль Старой Москвы. Он словно стоял здесь всегда. Идеальная реставрация, поздравляем, сказали эксперты английского архитектурного сообщества. Только вот Нобл Роу построен в период с 2015 по 2017 годы. Компанию Апроджект Девелопмент Константин создал вместе с родным братом Аркадием. Мы сначала поработали в компании Баркли, достигли определенных успехов и потом уже решили создать собственную компанию с целым рядом своих собственных находок, уже создавшимся коллективом, костяк которого один из самых сильных в стране по части реализации проекта. У нас обязанности с братом распределены. Он отвечает за все финансы, за планирование, за взаимодействие с естественными монополиями. Ну а моя часть это креатив, стройка, непосредственное выполнение, реализация проекта. Апроджект Девелопмент относительно небольшая компания, но это постоянный состав. И наша задача пригласить со всего мира лучших специалистов, ну включая наших отечественных, разумеется, собрать их и скоординировать. Мы в каком-то смысле выполняем роль дежуров этого оркестра. Новостройки такого уровня качества и концептуальной целостности, как Нобл Роу, редкость даже для Европы считает инвестиционный банкир Алан Томпсон. Помимо восторгов, Нобл Роу вызывает еще и ностальгию по идеальной, с точки зрения истинного британца, атмосфере, в которой должен жить и работать человек успешный. Ни разу в жизни не видел таких именно в России. Действительно, это потрясающе. Это очень интересное воспроизведение британского стиля. Для Алана Томпсона важен еще один факт. Резиденция полностью готова к проживанию. Меня воспитывали именно в таких домах, где обязательно в каждой комнате камин и возможность вызова дворецкого. Очень часто в таких помещениях играют музыки, семейные какие-то вещи. Здесь, конечно, очень комфортно, очень уютно, очень удобно. Люксовое пространство для жизни. Важно все. Место расположения окон, дверей, каминов, высота дверных проемов, расположение и назначение зон для сна. Отдыха и работы. Прежде чем приступить к реализации амбициозного проекта, пришлось отказаться от стереотипных подходов к планированию и строительству. Вернуться к классике. Если мы говорим о классической архитектуре, внутреннее пространство, оно является священным пространством. Если вы планируете, как принято сейчас, то вы сначала имеете коробку, потом вы впихиваете каким-то образом пространство, потом вы еще на него накладываете все инженерные коммуникации, и у вас получаются не очень благородные помещения. Не в той последовательности, не в той красоте и так далее. Мы же делаем это наоборот. Это очень необычно для нашего строительства. Скурпулезное это соблюдение правил планирования внутреннего пространства. Через инженерию переходит в фасады, но при этом, как ни странно, это тоже интересно, одна из таких вот загадок. Фасад начинает выглядеть тоже великолепно. Гигантский объем работы по планированию и проектированию здания занимает от 6 до 12 месяцев. Выливается в несколько сотен страниц технического задания. Учтены формат жилья, все виды коммуникаций и сервисов. В штаб-квартире APD перед нами проекты сложных элементов фасада Noble Row на ватманах в масштабе один к одному. Потом скульпторы все это лепили и дорезали из гипса, а потом уже это все трансформировалось в реальный камень на строительной площадке. Нам пришлось ознакомиться с технологиями, как их делали на протяжении нескольких веков в Париже, в Европе. Был вновь внедрен трехслойный, так называемый, монолит с мокрыми фасадами по тем же технологиям, чтобы это было навсегда. Вы совместили классический подход, устроив ренессанс в девелопменте, с современными технологиями передовыми. Как это все строится и как это работает? Конечно, их одних идей и амбиций недостаточно. И нужно хорошо знать еще управленческие технологии. Управленческие технологии APD это 90% успеха проекта, уверен Константин. Это тот балет, который идет красиво один час, и которым может предшествовать год тщательной подготовки. Вся проектная документация должна быть, люди должны понимать, что делать. Эти люди должны быть, собственно, наняты, оплачены, все материалы заказаны. А потом уже происходит то, что мой отец называет симфонией труда. Все происходит очень слаженно, с хорошим настроением, качественно, проблемы быстро как-то решаются. Потому что все продумано изначально. Да. Надо понимать, что в тот момент, когда мы еще сносили то, что на этом месте стояла такая страшненькая будка, вот в момент сноса мы уже до миллиметров знали и заказывали, например, ковры, например, столярку. И наши все строители понимали, что отклонения в том же монолите могут быть миллиметровые. Что вообще-то значительно жестче, чем по традиционным снипам. Нобл Роу безупречен. Аналогов по масштабам и качеству я не встречал, говорит дизайнер Майкл Кокс, признанный эксперт в области дизайна мебели и внутренней архитектуры. Константина нам представила руководство компании Ральф Лорен Хоум, с которой нас связывают годы работы. Это фантастика, мы никогда не работали в России до этого. Волнующая комбинация масштаба проекта и локации. Нобл Роу представляет собой сочетание команды талантливых людей со всего мира. Строители, архитекторов, дизайнеров из Канады, Франции, Америки и России. Все эти люди собрались, чтобы создать нечто уникальное. В Нобл Роу уникально все. От кресел и штор до фурнитуры на окнах и посуды. В каждой резиденции кухни кладовые и буфеты, созданные по индивидуальным проектам Кристофера Пиккака. И каждое из решений создавалось в рамках индивидуальных проектов резиденций. Кухни под брендом Кристофер Пиккак изготавливаются вручную в США и считаются неизменным атрибутом недвижимости премиум-класса. Например, в Голливуде и в Силиконовой долине. Мы познакомились с девелоперскими проектами APD, были впечатлены их высоким уровнем качества и эксклюзивностью. Нобл Роу абсолютно уникален. Мы не работали до этого с такими престижными проектами. И коллаборация с командой Ральфа Лорена тоже вдохновляла. Это особо престижный проект, и мы гордимся тем, что стали частью команды, включающей Ральф Лорен Хоум. Это был вызов для меня соответствовать уровню Ральф Лорен. Мы надеемся продолжить работу с APD, и сейчас обсуждаем два новых проекта в Москве и Петербурге. В работе над новыми проектами APD принимает участие еще одна легенда мировой архитектуры – Грегори Так. Он входил в группу архитекторов, создававших архитектурный проект Нобл Роу. Уже более 14 лет Грегори работает в команде Ральфа Лорена, курирует лакшери ритейл. Резиденции и особняки, построенные с его участием, украшают престижные районы в Лондоне, Пекине, Нью-Йорке, Дубае и Москве. Нобл Роу был проект мечта, безусловно. Никто в наши дни, кроме частных клиентов в своих собственных домах, не тратит столько времени и энергии на то, чтобы воплотить такие проекты, как этот, в реальность. Это требует слишком много труда и терпения. И Константин такой редкий человек в мире строительства, поскольку готов на все это пойти. Собрать команду такого уровня было невозможно без поддержки Ральф Лорен Хоум, утверждает Константин. Они первые поверили в возможность реализации столь амбициозного проекта. Они очень избирательны и, я не знаю, наверное, второго примера, когда компания сотрудничала с девелоперами. Когда я познакомился с их командой, это удивительные люди. Мне показалось, что мы очень созвучны с точки зрения отношения к конечному результату, к качеству. Новый проект ЭПД имеет прямое отношение к истории Санкт-Петербурга. Реставрация и реконструкция здания на конюшенной площади предполагает создание комплекса апартаментов общей площадью 9,5 тысяч квадратных метров. Само здание является шкатулкой, а внутреннее пространство – это содержимое этой шкатулки. И было бы странно иметь драгоценную шкатулку и иметь какой-то пустяк внутри. Так вот, мы прежде всего фокусируемся на этой ценности, потому что именно там люди живут, именно там они просыпаются, растят детей. Все самое ценное происходит именно в этих пространствах. И они должны быть как минимум достойны жизни своих обладателей.